Не буду смеяться. Прикольно. Я достаточно говорю надменные вещи. Я раньше сначала думал, что из-за того, что я азиат. Я не уверен, что это надо выпускать. Не надо. Не знаю, о чем мы говорили, я вообще уже забыл. Первое мое выступление, да? Это был Екатеринбург, не помню какой год. Было студенческое мероприятие «Весна». И там все мои друзья решили выступить, я тоже. И я что-то написал, каких-то шуток про школу. И я очень сильно волновался, потому что были мои преподаватели стояли. И я вышел. И самое забавное, что оно получилось, все смеялись. Я такой, вау, прикольно, прикольно. Ну, в тот момент я подумал, можно этим заняться. Это не было провальное выступление. Были провальные потом. Очень провальные, когда я переехал в Москву. И я думал, что я смешной. И столкнулся с тем, что я вообще не смешной. Начал уже сомневаться в себе. Но у меня ничего не оставалось. Я другого ничего не умел делать. Мне просто пришлось работать больше. Писать и выступать. С одной стороны, ты относишься к этому как к процессу. Ну, сегодня не смешно, завтра будет лучше. Но ты сомневаешься сразу в себе. Сразу ты думаешь, что ты кусок несмешного говна. Ты вообще не нужен никому в этом. Даже если все смеются, и ты замечаешь одного человека, который не смеется, это сразу портит все вообще. Ты думаешь, теперь все как он. Когда вот такой человек сидит. Я помню вот так вот. Один не смеялся. Я что-то давлю, давлю. Дальше все смеются, он не смеется. Потом я говорю, а что происходит? А это иностранец просто в бар зашел. Он даже не понимал сути вообще. Я такой, а, ну слава богу. А так бывают ребята, которые... Ну, ты не нравишься лично. Они пришли посмеяться. И в итоге все, что они делают, это ненавидит тебя. Я прям вижу таких людей, которые такие... Не буду смеяться, не буду смотреть. Я раньше сначала думал, что из-за того, что я азиат. Я достаточно говорю надменные вещи. И многие воспринимают, что я как будто стебу нацию русских, Россию. И они воспринимают это за счет своего интеллектуального уровня. Ага, все ясно. Приехал здесь. Езжай отсюда. И не смеются. Подходил один. Я когда бил человека во время сцепления, ну, я по щеке. Ну, там в контексте все смеялись, кроме одного. Но когда у меня был тур, все смеялись. Во всех городах только в одном подошел и говорит, типа... Ну, ты... Очень смешно, конечно, очень смешно. Вот так вот шел. Такое... Конечно, не надо. Ну, это единственное, что было. Самые большие деньги первые. Это меня показали один раз по телевизору. Первый раз, точнее. И мне звонят с Казахстана. Говорят, мы хотим тебя пригласить. Сколько это стоит? Я сказал сумму, от которой сам испугался. Я думал, они меня пошлют нахер и не будут пускать в страну. Я сказал сумму и такой... Они такие, хорошо. Я такой... А, окей, окей, так, это дата... А вам, кстати, эконом или бизнес? Бизнес. Они такие, хорошо. Я такой... Вау. Я купил себе часы, которые потерял. Через полгода. Я себя ненавидел всем сердцем. Я после этого не покупаю часы. Мне дали деньги. Я потом уже в Дьюти Фри взял, зашел в часы. Не помню, какие часы. Хэблтон, по-моему. Я вообще... Ну, я Алеша. Я вообще просто... Ну... Я сейчас уеду и потом через минуту приеду. Я что-нибудь оставлю. Сто процентов. Очки. Паспорт. Сколько я терял? Паспорт. Это дурак просто. Так... Я у меня было... Я приезжаю в аэропорт. Вылет в Ригу. И уже на гейте меня останавливает. Говорит, у вас виза нет. Мой менеджер такой... Не менеджер, а администратор. У тебя виза нет? Говорит, что виза нет? Я в итоге не полетел, потому что я забыл, что надо было сделать визу. Вот такой я человек. Ну, то есть я вот хожу с телефоном, потому что, ну, он нужен реально. А ключи... Ну, я в детстве ключи. Меня мать, ну... Просто, наверное, устала от меня сколько-нибудь раз терял ключи. Поэтому мне надо как варежки привязывать все вот так вот. Чтобы я ничего не терял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok